И опять привет всем, мои дорогие армяне. 5 января 2022 года, 3 часа 42 минуты второй половины дня в Нью-Йорке. Ваш друг, ваш брат Левона Лубабян, вас в основном любимый армянин, который делает эти программы, по всей видимости, только с одной целью, чтобы помочь, по возможности помочь распространять цивилизацию и даже среди армян. Дело в том, что, вы понимаете, без того, что кто-то задавал бы вопросы, на которые нет ответов, не будет ни ответов, не будет ни вопросов, правда, не будет шевеления в центральной нервной системе, будет все ясно. Вот вы возьмите среднего человека на планете Земля, он же все знает, он все понимает прекрасно, у него на все есть ответы. К сожалению, то же самое можно сказать о наших армянах, в частности, не в большинстве, но в меньшинстве среди нас есть группа людей, которые имеют ответы на все вопросы, и они вот так вот. Да ерунда все это. Это очень печально. Ну вот вы скажете, а как быть? Я думаю, слушать все, что только можно слушать, накапливать информацию, задавать вопросы, если не иметь к этим вопросам ответа, не отмахиваться от этого, а думать, а может быть здесь что-то не так. Поэтому получается, возможно, чем меньше говорить, чем больше делать или чем больше слушать еще, плюс ко всему, это, наверное, все-таки лучше, чем болтать, трепаться, выдавать перлой чужой мудрости и еще гневиться на других, потому что они не понимают, о чем вы говорите, как правило. Сейчас я говорю уже обо всех, не только об армянах. Почему я в основном говорю об армянах? Потому что я армянин, и меня беспокоит мой народ, его духовное, его интеллектуальное состояние. У меня разного рода программы, у меня ограничений нет. Вот недавно я вам песню пел, правда? Получил сам большое удовольствие. Кстати, в очередной раз идея-то была не моя. Подсказал хороший человек из Москвы. Говорит, давай, говорит, что с тобой, говорит, ну-ка. Ну вот получилось клево, правда? По-армянски получилось, подарок, настоящий подарок, правда? Такая прелесть, когда это идет от души. Спасибо нашему другу из Москвы. Он и его друзья меня услышат. И я, вы знаете, сегодня фактически моя первая передача в 2022 году. И я решил удалиться от Пашиняна, Кочаряна, Путина, Эрдогана, Алиева, евреев и прочей чепухи. В мир фактов, которые не имеют никакого объяснения в том примитивном мире, в котором мы находимся. Значит, то ли это примитивный мир коммунистов, то ли это примитивный мир глобалистов, то ли это примитивный мир черных магов, то ли это примитивный мир закоренелого христианства, которое не имеет ответов ни на какие вопросы, кроме того, что они читают свои догматы из Библии и говорят, что это именно так. Это, возможно, было так. А вот как это сейчас, вы меня извините, а где мы видим церковных лидеров, которые выходят и говорят, Левон, зачем ты так сказал, Матах? Ведь в Библии сегодняшней Библии, где мы слышим это, почему их нет? Меня это очень-очень возмущает, потому что они обязаны были выйти, открыть Библию и рассказывать такому неучу, как мне и всем остальным, что к чему они этого не делают. Почему? Потому что это догматы старого. А что сегодня? А сегодня ничего нет. Вы так хотите похоронить христианскую религию. Что вы делаете, церковники? Где вы? Вам же не говорят, мы уже не говорим, выходите на улицу с автоматами ради Бога, выходите на улицу с Библией. Нет, вы даже этого делать не хотите. Вы не хотите меня, меня просвещать, вы не хотите других просвещать. Вы ничего не делаете для нашего просвещения, поэтому возникает вопрос обо всём этом. Это печальный момент нашей истории. Будет ли возрождение? Я думаю, да. Итак, сегодняшний разговор будет «А знаете ли вы?» И в этих всех «Знаете ли вы?» я бы хотел соединить разные «Знаете ли вы?» друг с другом. В каком-то практическом анализе эзотерического. Хорошо? В практическом анализе эзотерического. И начнём вот с этого, «А знаете ли вы?» Была такая необыкновенная женщина, Ванга, и все прекрасно знают, что она была, и люди верят, что она была необыкновенным человеком, одарённым знанием свыше, так сказать. Это и есть эзотерическое, о котором я так часто говорю. Те, кто не понимает, что подобные люди существуют, и существовали, и будут существовать, так выключайте мою программу, не смотрите. Она же не случайно называется «А знаете ли вы?» Так вот, интересно, что сам по себе факт существования этого необыкновенного человека среди нас. Это одно, он, в общем-то, признан, он задокументирован. А вот, насколько мы знаем о том, что в жизни Ванги, в раннем её детстве, произошло какое-то страшное событие. Как я понимаю, было что-то вроде торнадо, которое подняло эту бедную девочку в воздух и выбросило её где-то на какое-то поле. В общем, было конкретно физическое потрясение, после которого эта девочка медленно ослепла, которое как бы положило началу её необыкновенным способностям. На этом я хочу остановиться по поводу Ванги. Вы можете много чего по этому поводу читать. То есть был какой-то чисто практически физический момент травмы то ли головного мозга, то ли спинного мозга этой необыкновенной девочки, после которого она стала слепнуть. И как говорит молва, после которого у Ванги стали проявляться необыкновенные способности. Давайте остановимся. Это всё она сказала, ты сказал, там сказали. Но это первая история. Давайте возьмём вторую историю совершенно необыкновенного человека Иосифа Виссарионовича Сталина. Как там его звали в детстве? У него же другое имя было. Человек как человек. Родился ребёнком в доме. Жил как все дети. И ничего из себя не представлял. Правда? Ну ничего из себя. Был человек как человек. Но случилось у этого мальчика необыкновенное событие. Об этом многие знают. Когда случилось так, что то ли карета, то ли повозка с лошадями неслась в середине улицы в деревне, мальчишки стояли и что-то или пели, или чем-то занимались. Все разбежались, а Иосиф остался. И это то ли телега, то ли повозка покалечила его, или лошадь. Я точно не знаю детали. Это не так важно. Важно, что произошло физическое увечье, и мальчик чуть не умер. Каким-то образом этот мальчик остался жив. Говорят, что вот этот страшный эпизод, который произошел с ним, и когда он почти умер, а потом вернулся в нашу жизнь, сохранился, имеет прямое отношение к необыкновенному перевоплощению простого человека в сверхчеловека, которым в конце концов являлся Сталин. Мы прекрасно знаем, что то ничтожество, кем он был вначале, обычный человечешко. Помните? Он был бандит. Он убивал, он воровал. А потом он превратился в такую фигуру в истории человечества, неслыханную. Вам не кажется, что подобная трансформация ненормальна? Нет? Или это в порядке вещей? Вот, например, у нас вот, сейчас вот, в Армении это то же самое, или еще где-то, вы меня понимаете, да? Что есть, был какой-то драматический момент в его жизни, который как бы вернул его к жизни обратно, являлся толчком к какому-то замечательному, в кавычках, наверное, все-таки, изменению в качествах этого человека, которое привело его к термину Сталин, Иосиф Виссарионович Сталин. Великий, действительно великий человек, великое зло, которое было произведено на свет впоследствии, объяснение которому, ну, нет, вы понимаете, силе, величию, злому величию этого не совсем человека, объяснение нет. Это второе. Поставим следующую точку. Переходим к другому человеку, переходим к товарищу Гитлеру. А жил себе, жил себе ничтожный, а вы знаете кто, правда? Жил себе и жил себе. Ничего из себя не представлял. Рисовать толком не умел, хотя очень хотел рисовать. И вот вдруг, по мгновению, какой-то силой высшей, он превращается в злого гения человечества. Вы что хотите сказать? Вам часто встречаются подобные перевоплощения? Или вы хотите сказать, что Гитлер не был гением, злым гением? Вы можете сказать, что был идиот какой-нибудь? Нет, конечно. Так что же произошло из этого ничтожества обычного, который хотел поступить там, в институт, чтобы научиться рисовать? И вдруг мы имеем вот это вот. Мы имеем что-то совершенно невероятное с точки зрения любых, любых описаний, и интеллектуальных, и прочих, и демонических. Как это может быть? Что вот я вот простой человек, я таким могу стать? Нет. А вот он стал. Как? А вот интересно, что опять происходит какой-то страшный эпизод, когда он был на войне, он попал под газовую атаку. И согласно ты сказал, я сказал, она сказала, ты сказала, там сказали, Гитлер ослеп. У него была чудовищная травма. Он ослеп. Ты сказал, я сказал, она сказала, тот написал, этот предположил, говорит, что это был turning point, поворотный пункт. в каком-то возрождении этого не совсем человека, в форме, которую мы потом узнали, как Адольф Гитлер, демон зла. Сталин, демон зла, Адольф Гитлер, демон зла. То есть, опять происходит какое-то драматическое событие физического характера, которое наносит ущерб, колоссальный ущерб здоровью. Возможно, там была контузия. Я не помню, где-то я, по-моему, читал и о контузии тоже. Может, ошибаюсь. И вот вам еще один пример. А знаете ли вы, а понимаете ли вы, что в каждом отдельном случае было что-то такое очень земное, практическое, что согласно тому, что они говорят, те говорят, эти говорят, дало как бы толчок возрождению, перерождению этого человека во что-то другое. Хочу вам что-то рассказать про совершенно потрясающего человека, на мой взгляд, ужасного человека, которого называли Александр the Great, Александр Македонский. Дайте я вам что-то прочту. про эту необыкновенную личность. Скажу вам так, что потому, что рассказывают древние, его отец, официальный отец, не был его отцом. Непонятно, с кем его мать Олимпия заимела Александра. Но самое жуткое, что те, до которых можно более или менее ссылаться, такие как Плутарх, а это не игрушки, говорили, что была версия, что он зачат был от внеземного. Вы можете меня критиковать, говорите, что хотите по поводу меня, я вам говорю про то, что писали древние, включая Плутарха. Я не хочу вам называть больше ничего по поводу внеземного. Захотите, узнаете, было ли так или не было, не знаю, но согласитесь, что в те давние времена мальчишка, мальчишка, который не имел никакого специального образования, не являлся ничем примечательным, вдруг становится такой звездой, такой мощной фигурой в мировой истории. Из грязи в князи Сталину и Гитлеру не снилось то, что натворил Александр Македонский. Им не снилось это, не снилось. Этот ужасный человек Александр Македонский, этот кровожадный зверь, этот геноцидальный зверь уничтожал все на своем пути. Этот мальчишка, который ни с того ни с сего заимел какие-то необыкновенные качества, сумел завоевать такие страны, разбить всех. Он обладал волей нечеловеческой, он обладал гипнотической властью над людьми, с кем он общался. Если вы мне хотите сказать, что Александр Македонский был обычный человек, дайте я отклонюсь на секунду. Вы знаете, рассказывает Черчилль, вы понимаете, что Черчилль это была не петрушка какая-то, рассказывает Черчилль и президент Рузвельт. Эти два выдающихся человека не были петрушками или трусами или еще чем-то. Вы знаете, что Рузвельт был парализован, он вставать не мог. Рассказывают Черчилль и Рузвельт. Я сейчас отклонился, есть причина почему. Когда Сталин вошел, хотя Черчилль сказал, он не встанет, когда войдет Сталин, Черчилль встал, а Рузвельт естественно не мог. Потому что при приближении этого монстра другого ощущения, как стать по стойке смирно не было. Вы понимаете, кто к ним приблизился? Ребята, не делайте вид, что вы не слышали, что я сказал насчет Черчилля и Рузвельта. И вы что думаете, это просто слова? Вы понимаете, кто зашел в ту комнату? Вы думаете, какой-то там Сталин? Вы понимаете, кто зашел туда? Он. Оно туда зашло и оно навело ужас на этих людей. Вот так вот. Тот же самый ужас, по-моему, наводил на всех Наполеон и Александр Македонский. У Наполеона была совершенно гипнотическая власть над людьми. Вы об этом не знаете? А знаете ли вы, мои друзья? Мы вернемся к Наполеону. Итак, идем обратно к Александру Македонскому. Величайший полководец, величайший гений военного искусства, жестощайший человек, который обладал неограниченной властью над своими солдатами, умирает. я буду вам читать с экрана то, что вы вряд ли прочтете где-то. В то время, когда Александр Македонский, в то время, когда после смерти Александра Македонского его тело не разлагало шесть дней, все официальные лица вокруг него были испуганы. его наиболее близкие последователи думали, что вот это вот доказательство, что он был Богом. Хотя сегодняшние ученые, они все атеисты, вроде бы произвели новую версию того, что произошло. Но, опять-таки, это она сказала, ты сказала, согласно одной из этих версий, причина, почему его тело не разложилось, как положено разлагаться, потому что он на самом деле был жив. Хорошо? Хорошо трепется, да? Ну, ладно. Поэтому существует версия, что его похоронили живым. Ну, хорошо. Ну, Ну, вы атеисты на все имеете ответ. Дай Бог вам здоровья. Так еще раз, если вы атеисты что-то знаете, ответьте мне на один простой вопрос. Что было первым? Яйцо или курица? А теперь заткнитесь, пожалуйста. Плутарх, древний греческий историк, писал. Писал. Александр умер в 323 году до нашей эры. он об этом писал на основании очень многих источников. После 24 часов, 24 часов пьянства, он заболел, у него была очень высокая температура, он чувствовал чудовищную боль в спине, он говорил, что эта боль напоминала ему такое впечатление, как будто его копьем пронзили в спину. В течение короткого времени, описывает Плутарх, он был парализован и не мог уже больше говорить. В конце концов, 32-летний Христос 33 32-летний царь мира умер. Причиной его смерти остается мистерия за все эти годы. один из исследователей из Калифорнии Антонио Мэритс предполагал, что Александр находился под влиянием демонических сил в конце своей жизни. Согласно, я вам рассказываю не свое мнение, согласно Мэритсу, демон, который сидел внутри Александра, не разрешал духу Александра покидать тело и задерживал его там. Этот самый исследователь говорит, что во время своего царствования в Индии его захватило зло, демон, и смерть этого демона была причиной этих геноцидальных войн, которые Александр вел со всеми. в то время, когда говорят об этом эпизоде, существуют документы, ребят, я вкратце вам передаю это. Все, кто находились вокруг с Александром, обратили внимание на его очень странное поведение, у него очень изменилось поведение, и люди боялись об этом говорить, точно так, как они боятся сегодня говорить обо всем, в Армении, в Турции, в России, о наших лидерах, правда? Потому что у них ненормальное поведение. Мы это знаем, что поведение наших лидеров, всех лидеров, ненормальное. Вспомните Трампа, вы хотите сказать, это нормальное поведение лидера Соединенных Штатов, и так далее. Так что, то, что они держали в секрете странное поведение Александра под конец его жизни, не что-то новое. Итак, в конце концов, Александра нашли мертвым в его могиле много времени после того, когда он стал разлагаться. аналитик, который описывает этот феномен, считает, что демонический элемент, который решил оставить тело Александра, не смог больше сопротивляться тому, что Александр решил, что дальше он жить больше не будет. это поразительное умозаключение, которое я вам хочу сейчас прочесть. о чем мы не знали, сейчас переведу, «to win the world were the main reason why so many spirits hated him with all their strengths». Вот я вам прочел заключение этого исследователя Антонио Меритс, который говорит, каждое действие вызывает противодействие. Александр, это то, что мы до конца не знали, и я не знал, оказывается, ввел огромное количество массовых геноцидальных войн во всем мире. То есть, он не просто воевал, он изничтожал, сжигал все, что только можно. Вот согласно этому. Для того, чтобы завоевать мир. И это была главная причина, почему вот эти демонические духи ненавидели его так сильно со всей своей мощью. В общем, я вам рассказываю под заглавием, а знали ли вы я надеюсь, это чуть-чуть откроет всем глаза на то, что к чему по поводу того, что вокруг нас происходит. вы все слышали о потрясающем человеке, которого звали Волф Мессинг. Вы знаете, о ком идет речь прекрасно. вы знаете, какими необыкновенными способностями обладал Волф Мессинг? Волф Мессинг гений рода человеческого, который сам не понимал, каким образом он в состоянии видеть будущее, читать человеческие мысли, управлять людьми на расстоянии. он совершал буквально в смысле чудеса. Волф Мессинг был обычным человеком, вроде бы, таким же обычным человеком, как и все остальные люди. И вот случился еще раз следующая точка, ребята. Случился в жизни Волфа Мессинга очень интересный момент, который возможно, я еще раз говорю, возможно, потому что я пытаюсь как-то проанализировать, существуют какие-то физические толчки к тому, что что-то происходит с людьми, открывается или какой-то канал, или какой-то портал, или что-то приходит на помощь этому человеку и решает, что вот ты будешь проводником такого-то знания. Вольф Мессинг, честный мальчик, работал, пытался заработать на жизнь, на жизнь не хватало. И вот был день, когда этот бедный мальчик упал на улице бездыханным. Вот описывается это, как он упал от голода и так далее. Самое главное, что он упал на улице бездыханным. Его взяли в больницу и в больнице определили, что он мертв. Его отправили куда? Вольфа Мессинга. Отправили в морг. Как часто вы слышите, что человека отправляют в морг и не на кладбище после этого? Так вот, происходит совершенно невероятная вещь. Вот смотрите, опять физическое. бедный мальчик падает на улице бездыханный. Его уже нет. Его везут в больницу. Правильно сделали? Правильно. В больнице что, дураки работают? Тупицы? Понимаете? Вот я в своей жизни видел тысячи смертей. Вы что, думаете, мы не знаем, когда человек умирает? Что у нас нет возможности проверить, жив ли человек. Вы сумасшедшие. Есть. простые тесты, которые показывают отсутствие жизни. Поверьте мне. Я об этом, естественно, говорить не собираюсь. Я уже не говорю о том, что существуют сегодняшние технологии, которые без тестов позволяют проверить, ушел ли человек. Это не только слушание сердца и проверка пульса. Там много есть моментов, о которых просто неуместно говорить. не мне, я не врач. Я просто часть этого дела, я это вижу на глазах, у меня это происходило и происходит очень часто. Итак, предполагать, что врачи это идиоты, которые не знают, что они делают, неправильно. смерть смерть они точно могут определить. Итак, Вольф Мессинг умер. Его отправляют в морг. В морг кого отправляют? Умерших. И вот каким-то образом кто-то, это все неизвестно, это не описано толком нигде, вроде бы прочувствовал пульс у Мессинга. Значит, вы скажете, сделали ошибку. Нет, ошибку не сделали. Дело в том, что он вернулся. Вот это проще. Он вернулся к жизни. И вот тогда этого мальчика достают из морга, он возвращается к жизни. И вот тогда у него появляется эта необыкновенная способность впадать в этот транс, кататонический транс и представлять себя как мертвым, а потом через три дня просыпаться. Вы такое видели? Мы слышали что-то подобное от индийских гуру разных, правда? Мы знаем, что там интересные вещи происходят. Ну, хорошо. Вот вам история гениального Вольфа Мессинга. Вот еще одна точка. Я же не случайно выбрал этих потрясающих людей, чтобы дать вам идею. Значит, вы все практически ничего не знаете об Эдгаре Кейси, потому что сколько раз я людей спрашивал на этих чатах, в этих программах, в разговорах, никто не слышал, что в Америке жил так называемый Sleeping Prophet. спящий пророк. Совершенно необыкновенный человек. Человек уровня Вольфа Мессинга. У него немножко другое направление было. Совершенно необыкновенный человек, который попал, впадал в транс. и в трансе вот сидело там несколько человек, задавали вопросы. Он как бы в трансе, как со мной было. И задавали вопросы. Очень много вопросов было связано с медициной, со здоровьем человека. Очень много было вопросов связано с историей Византии, с историей Атлантиды и прочее, и прочее, и прочее. И он отвечал на эти вопросы. Эти ответы записывали, существуют тысячи и тысячи задокументированных ответов гениального человека, который видел прошлое и видел будущее. Когда он просыпался, выходил из этого транса, он говорил, что ничего не помнит. Он понятия не имеет, о чем идет речь. Понятно? Ну, хорошо. Это я вам что-то сказал об этом необыкновенном человеке. И вот здесь, и вот здесь я хотел бы вам что-то прочесть. Когда Эдгар Кейсин, это его слова, это его истории, и подвергать вопросу гения, высмеивать гения рода человеческого за то, что он говорит, не то, что неправильно, это почти преступление. Потому что человечество на сегодняшний день пользуется советами Эдгара Кейси и живет во многом благодаря тому, что он посоветовал в той или другой области и рассказал про прошлое. Эдгар Кейси рассказывает, он родился в 1893 году. Когда он был ребенком, к нему пришло привидение его умершим, деда. И он точно знает, что это было привидение, потому что дед был прозрачным, они общались. В мае 1989 года, когда ему было 16 лет, Эдгар Кейси в это время учился в семинарии. Он сидел где-то там в лесу, в каком-то маленьком домике и читал Библию. Перед ним появилась женщина с крыльями, которая сказала ему, это слова Эдгара Кейси, ребята, вы на меня бочку не катите ради Бога. Не хотите, не слушайте, значит, вам это не надо. Я бы вам сказал, так вам и надо, что вам это не надо. И вот она сказала ему, что ваши молитвы встретили понимание, что конкретно хотел Эдгар Кейси? Эдгар Кейси очень хотел помогать больным детям. И вот остаток, весь остаток своей жизни вот в этих вот впаданиях в этот великий транс и так далее, Эдгар Кейси посвятил лечению людей и открыванию глаза на нашу историю и прочее, прочее, прочее. Я, к сожалению, не нашел ничего физиологического, какого-то непонятного в истории Эдгара Кейси, резкого, резкого в его истории, которое могло бы хоть что-то объяснить наподобие того, что мы рассказывали про Вангу и так далее. но кое-что я бы вам хотел сейчас прочесть по поводу Эдгара Кейси. Кое-что. значит, после того, когда у него произошло вот эта встреча, о которой я рассказывал, я читаю вам с интернета, педагог Эдгара Кейси в школе пожаловался родителю, отцу, о том, что по какой-то причине ему очень тяжело концентрироваться на уроках. его отец очень жестоко пытался проверить, как он работает над спеллинг, ну, знает там буквы и так далее, и так разозлился, что ударил Кейси и свалил его со своего с его стула. В это время, вот слушайте внимательно, это не мои слова, повторяю, слушайте, Кейси говорит, вы не можете подозревать Кейси во лжи, потому что этот гений, который человечество дал гораздо больше, чем миллионы нас. Кейси говорит, в это время он неожиданно услышал голос этой женщины, которой сказала ему, что если он заснет, спящий профит, если он заснет, они ему будут помогать. Он положил свою головку на книжку, в которой, ну, на учебник, и заснул. Кейси сказал, что его отец вернулся в комнату и разбудил его. В это время, слушайте внимательно, волшебным образом Кейси имел ответы на все вопросы по поводу букв в разных словах. Фактически он мог повторить все, что было написано в книге. Его отец думал, что Кейси, Эдгар, издевался над ним до этого. И за это, и за это он еще раз его ударил, и Кейси упал со своего стула. Вот смотрите еще раз, ребят, посмотрите, приложение физической силы, физические феномены. Кто-то падает, кого-то ударяет это, у этого то, обратите внимание, кто-то попадает под газовую атаку, и вдруг начинаются интересные вещи. Кейси сказал, что с тех пор он изучал все книги для школы в состоянии сна, то есть он брал книгу, клал головку на книгу, спал, и вся информация заходила к нему в голову. Ребята, не ставьте под вопрос информацию о Кейси, он дал столько миру, что подозревать его в нечестности это идиотизм, понимаете, ему это не нужно. В 1892 году Кейси сказал, что он является лучшим учеником в классе. И когда его спросили, как и что, Кейси сказал педагогу, что он видел все страницы всех книг, которые они изучали. он их видел, понимаете. Его отец был так горд за него, что он об этом пошел и везде стал рассказывать. И вот слушайте последнюю историю. Откуда начались чудеса реальные? во время спортивной игры в мяч Кейси ударили каксикс, знаете, нижнюю часть спины. и он начал себя очень странно вести. И вот он заснул в какую-то ночь и волшебным образом вылечил себя во сне с помощью специального препарата. То есть ему во сне пришел рецепт препарата, который помог его вылечить. Его семья приготовила этот препарат согласно его инструкциям. Этот препарат прекрасно работал. Способность Кейси ставить диагноз и лечить и получать информацию во время сна к нему не возвращалась многие годы. На это я заканчиваю насчет Кейси. Понравилось? Я надеюсь понравилось. Я очень надеюсь, что вам это понравилось. Я очень надеюсь, ребят. Мы все слышали и и все знаем, кто такой великий Лев Толстой. Мы знаем, о ком идет речь. Правда? Это совершенно отдельная уникальная история, уникальная тема, о которой говорить и говорить и говорить. Это загадка человечества, это загадка русского народа. Это необыкновенное совершенно существо, о котором говорить и говорить, писать и писать. нет, не это, не это. Причина, почему я упомянул нашего великого человека, нашего гения, нашего Льва Толстого, потому что в своей необыкновенной величайшей работе в произведении «Война и мир» наш гений Лев Толстой, наш провидец, наш непризнанный провидец, сильнейший гений человечества, о котором еще много будут говорить, человек, который знал прошлое, настоящее, видел будущее, человек, который обладал разумом, интеллектом и проницательностью «Свергения», писал о Наполеоне, писал об очередном демоне в своем эпическом произведении «Война и мир». Я надеюсь, мы все читали ее. я хочу вам прочесть небольшую статью Майкла Пизансона «Наполеон Бонапарти ан апокалиптический дискорс в early 19th century Россия». Бонапарт, Наполеон Бонапарт и, скажем, апокалиптический, апокалиптический, аполитическая встреча в начале 19-го столетия в России. Скажем так, Лев Толстой своей величайшей эпической новелле «Война и мир» начинает 1805-й год с угрожающим, с устрашающим салонным разговором, в котором Наполеон Бонапарт связывается с Антихристом. Наполеон Бонапарт связывается с Антихристом. За их, за его постоянно возрастающее влияние и изничтожение цивилизации в Европе. Позже в этой книге с французским императором уже на святой русской земле, когда он угрожал самой Москве, Пьер Безухов открывает масонский тракт который «Discern» «Recognize» находит имя наполеона и его титул как знак зверя апокалипса 666 в году 1812 вы слышите я читал это ребят и я это пропустил а вот теперь исследователи приносят это к нашему вниманию это все было связи с тем что 1812 году его демоническая власть была бы ограничена возбужденный и нервничающий своим открытием пьер безухов пытается выяснить свою роль в этом апокалиптического этой апокалиптической драме сказка правда он представляет себе себя как сильным оппонентом императору демоническую наполеона которого он рассматривает как антихриста я хотел сделать небольшое отклонение вы знаете что русская православная церковь сделала гению льву толстого и вас уверяю они этого не читали но они очень поторопились когда они поступили так с великим львом толстого вместо того чтобы поговорить с этим гением и может быть от него чему-то научиться так вот слушайте дальше в этом хорошо известном эпизоде в котором о пьер рассматривает и встречает космологические спекуляции ну размышления которые возможно наиболее наиболее знакомые читателям которые читали война и мир это сложно правда ребят и перевод конечно безобразный в то же самое время что идентификация наполеона с антихристом и также общее чувство апокалиптического как бы это сказать чувство что что-то плохое должно случиться и такие сложные слова здесь употреблять их редко встречаю в связи с наполеоновскими войнами демоническими войнами наполеона напоминает александра великого а напоминает сталина напоминает гитлера напоминает всех этих дегенератов которые лили кровь да вы точки ставите ребят напоминает 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 то что случилось в арцахе нет не напоминает не хочу об этом сейчас но не случайно я вам это сказал насчет арцаха а кто антихрист кстати а может быть а кто антихрист в три единстве их трое же нет до трое в нашем случае антихрист в три единстве отец сына святой дух антихрист который ударил по нас и вы знаете кто эти люди правда если я был бы первым без уховом я бы назвал бы вам их имена я не перни без ухов и еще не родился тот армянин который напишет война и мир посвящен армении и арцаху итак а вот это вот ощущение ужаса связанные с войнами наполеона которые были очевидны всем в европе и также новым соединенным штатам которые недавно получили независимость во время совершенно невероятно быстрого подъема к прихода к власти этого демона наполеона и во время самой главной высоты всех его военных достижений при этом россия не была исключением интересно что россия святая великая россия не русское правительство а россия великий русский народ великий русский народ а я сказал великий русский народ оставался единственным народом в европе свободным от французского доминирования вот на этом я хотел бы в общем то завершить сегодняшнюю передачу я хотел бы добавить если вы разрешите друзья кое-что очень интересны мои мои немножко информации и немножко умозаключений при этом я хотел бы поставить нашу армянскую музыку чтобы все слушали ее так хочется слышать армянскую музыку каждую минуту своей жизни ну где моя армянская музыка где моя золотая армянская музыка сейчас мы что-то вам найдем я хотел вам ребят сейчас ребят сейчас так ну хорошо значит сделаем так вот так ну ка чтобы найти его о о о о какая пресь вот пошло сейчас включаем хорошо это будет под конец хотел я вам что-то рассказать о умозаключениях философа и биологов в своей работе происхождение семьи и частной собственности фридрих энгельс писал что согласно тому что он понимает необыкновенные интеллектуальные способности потомков и до ариев и семитов заключается в том что на многие многие тысячи лет раньше других народов и рас на земле они получали полноценное питание с так называемыми важными необходимыми аминокислотами их 9 эти аминокислоты приходили к древним индоариям и семитам от скотоводства и от молока то есть говорит фридрих энгельс не я что этим отличается более высокое развитие более ранее более высокое развитие центральной нервной системы потомков и до ариев и семитов то есть оно носит согласно фридриху энгельсу чисто биологический характер связанный с потреблением правильных продуктов в которых содержатся важные необходимые аминокислоты доступа которым на регулярной основе другие народы и расы к сожалению не имели я сказал к сожалению когда я приехал сюда в соединенные штаты и когда я учился в колледже для них это не было здесь секретом у них это было в порядке вещей знать о том что до потомки индоариев и потомки семитов имеет более высокий интеллектуальный потенциал по всей видимости потому что их центральная нервная система гораздо лучше развита из-за того что употреблялось правильное количество достаточное количество белков аминокислот который другие народы и расы к сожалению не имели доступа это было связано со скотоводством кочевники слышите они были кочевниками и да арии семит естественно так же как и все как живут потом наши вот соседи они злятся на слово кочевник а что в этом такого дурного кстати ладно значит я хотел я прихожу к очень интересному заключению причем этого заключения не основана на эмоциях она основана в большей части на анализе на статистике на анализе на статистике того что было и того что есть я вам хочу дать в пример наиболее одиозный случай вот я беру среднего армянина даю ему в руки нож очень острый и говорю вот это твой враг мне нужно чтобы ты ему отрезал голову я вам говорю простую вещь вот тебе нож острый вот это враг отрежь ему голову вы как думаете армянин это сумеет сделать вы сейчас сказали вон ты что сумасшедший чё говоришь правильно говорить значит вы должны отдавать себе отчет что существуют люди на этой планете которые не в состоянии отрезать другому человеку голову и смеяться и радоваться этому а как насчет того чтобы отрезать тысячи голов и радоваться этому вы скажете ли вон к чему ты это говоришь я сейчас вам скажу но на этой планете существует огромное количество людей которые очень просто отрезают друг другу головы и радуются этому смеются что как какое вам это дает впечатление о том что происходит это плохо или хорошо это нормально это ненормально вам судить я только вам скажу очень интересную вещь уже на примере вот этих вот народов так обратите внимание что кроме того что я упомянул фридриха эггельса по поводу серьезного развития центральной нервной системы не мои слова не моего заключения высокий уровень развития центральной нервной системы биологическом смысле здесь есть еще одна интересная деталь о которой говорить не принято говорить о ней не принято потому что наш избранный народ вы знаете о ком я говорю запачкали этим делом тоже что это именно это называется инсест двоюродные и троюродные связи на земле существует миллиарды людей у которых двоюродные и троюродные связи норма наука наука сегодняшняя наука говорит о том что в результате двоюродных троюродных и таких-то связей происходит генетические мутации в организме человека генетические мутации происходит во всем организме человека от врожденных недостатков уродства каких-то заболеваний генетических интеллектуальной неполноценности и к психиатрической психологической неполноценности это ужасно чтобы все об этом знаем и не говорим вы скажете зачем говорить во первых это остановить на я не думаю что человеческий род заслуживает жить в таком неведении как это страшно бабушка у нас очень религиозная моей жены мать она говорит у нас у христиан до седьмого колена нельзя я никогда не думал насчет седьмого колена я понимал что это ненормально и мне армянину по рождению мне никто не объяснял что на своей двоюродной сестре ты не можешь жениться на троюродной об этом даже не было вопросов связано ли это с христианством я не думаю я думаю это поглубже чем новая 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 идея христианство это это идет сотни тысяч лет десятки тысяч лет назад вы понимаете что я хочу сказать что мало того что недостаток аминокислот тут еще есть и биологические изменения в генетике которые предполагают возможно скажем так предполагают подобного рода поведения которые прямо противоположны тому что мы воспринимаем как норму то есть конечно в это дело я вам это говорю не как моего заключения я говорю это как а что именно отличает вот это отличает вот эта дикость возможно происходит генетические изменения центральной нервной системе закрываются какие-то каналы симпатические эмпатические моральные которые приводят к подобному кошмару и это если вы рассматриваем только с точки зрения атеистической так сказать с точки зрения фридриха эггельса я не могу давать советы и не имею права на это если это касается моих армян я с удовольствием дам нам всем совет просвещайтесь анализируйте сами создавайте программы а знаете ли вы и вот каждая маленькая долечка этой драгоценной информации которая приходит к нам друг от друга в результате создает это поле понимания что вообще происходит понимаете я надеюсь я доставил вам какое-то интеллектуальное удовольствие посвятив свое драгоценное время вам дав вам послушать себя а вот теперь наша музыка субтитры субтитры создавал и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Жду!